Программа ночной доставки невременная, снова напоминают работникам потребительской сферы. Подвозить товар к магазинам только в темное время суток обязан каждый. Время предупреждений прошло, отмечает начальник управления торговли. Теперь с нарушителей будет жесткий спрос. Тем более, что предприниматели не выполняют целый ряд требований властей. А во время доставок нарушают в том числе и правила эксплуатации дорог. Многие из них стоят непосредственно в общем, не делают, не создают ни разметки, ни подъезда, ни разъезда, ни заезда, нет ни парковочных мест около своих предприятий охранничной торговли. Это все влечет в административные правонарушения, вплоть до того, что администрация может поднимать вопрос до расторжения договоров аренды. Соблюдать правила торговли не единственная обязанность предпринимателей, напоминает присутствующим представитель правоохранительных органов. Также они должны исполнять требования безопасности дорожного движения. Начальник ГИБДД города Сочи поручил командиру полка ДПС ориентировать личный состав на выявление именно нарушений правил остановки стоянки при обслуживании объектов торговли. Такое поручение дано, в ближайшее время этому будет уделено внимание достаточно сильное. С восьми вечера до восьми часов утра именно в этот период необходимо доставлять и принимать товар. С нарушителями разговор отдельный. Запустили проект с одной целью – разгрузить городские улицы от машин в часы пик. Оказались среди предпринимателей и понятливые сочинцы, разделяющие благие намерения руководства. Для многих ночной режим работы даже удобен. Мне все водители наоборот говорят, что ночной режим в летнее время для них легче, это прохладно, комфортнее им. Я как оптовик честно говорю, что ночной режим абсолютно нас удовлетворяет. Главное, чтобы розница не ограничивала нас 10-9 часами вечера. Вся серьезность ситуации доведена до обеих сторон. Оптовикам и представителям розничной торговли придется найти общий язык. Проект этот долговечный и будет работать в Сочи на постоянной основе.